Также в этом уроке дан небольшой обзор конструкций, связанных с запретами и отрицаниями в греческом языке. Первая такая конструкция, когда «у» используется с изъявительным наклонением будущего времени. Вам приведен пример из Римлян 13.9, но этот текст цитируют 10 заповедей, а также этот текст выглядит в септуагенте, греческом переводе Ветхого Завета, и также он цитируется и в других местах, когда нужно процитировать 10 заповедей. О мой хэлосейс, о франэлосейс, о клэпсейс и так далее. Не приводействуй, не убивай, не кради. Если дословно переводить, формально переводить, ты не будешь приводействовать, ты не будешь убивать, ты не будешь кратить. Ну, конечно, можно придать информацию. Ты не будешь убивать, особенно при наказании. И мы можем понять, как из будущего времени может родиться запрет. Но тут даже не вот такая вот игра слов и интонация. Это просто связано с тем, что в Ветхом Завете те формы, которые переводятся как «будущее время» и те формы, которые переводятся как «повеление», выглядят одинаково. И переводчики-септуагенты предпочитали для перевода повелений, точнее запретов, использовать формы будущего времени, потому что в греческом возможно такая конструкция, хотя в обычном греческом языке запреты с помощью будущего времени были довольно редки. И вот это вот стало обычным стилем септуагенты. И когда цитируется септуагента в Новом Завете, то сохраняется конструкция, и в цитатах из Ветхого Завета очень часто запреты выражены с помощью «у» плюс «будущее время» изъявительного наклонения. В учебнике сказано, что это простой запрет, ну, наверное, это не совсем точно, из-за того, что обычно это Ветхозаветная цитата, или даже если это не цитата, то это стилистическое подражение, жание Ветхозаветным цитатам, такие запреты приобретают какую-то особую торжественность. И посмотрите, все такие случаи в Новом Завете это достаточно такие яркие, значимые утверждения. Поэтому, да, это, наверное, непростой запрет, это такой серьезный и торжественный запрет, на который автор подчеркивает, используя, ну, необычную немного для греческого, но типичную для Ветхого Завета конструкцию. Это как если бы мы говорили каким-нибудь очень старомодным языком, да, ну, конечно, на нашу речь обратили бы внимание. Вторая конструкция для запрета – «Мэ» плюс повелительное наклонение настоящего времени. Например, «Мэ Миримнате Тэ Псюхара Хэмон». Не заботьтесь о жизни вашей. «Повелительное наклонение» плюс «Мэ» – это обычный нормальный запрет, причем запрещается процесс. Запрещается, чтобы вы были в процессе вот этой заботы, чтобы вот эта забота возникала, случалась, длилась в вашей жизни. Для вообще, для тех ситуаций, когда процессуальность естественная, естественная и запрет с использованием настоящего времени. В приложении к уроку у вас говорится о том, что в некоторых учебниках грамматики утверждается, что запрет с использованием настоящего времени – это запрет уже длящегося действия. Но это не обязательно так, скорее, это запрет действия как процесса. У вас, собственно, в приложении приведен пример из 1 Тимофея 4.7, где Павел призывает Тимофея не иметь ничего общего с глупыми баснями, используя как раз запрет в настоящем времени. Но это не обозначает, что Тимофей увлечен был глупыми баснями, и теперь ему это нужно прекратить. Или, например, когда апостол Павел пишет Ефесянам «не упивайтесь вином», это не значит, что ефесяне упивались вином, что у них было такое действие, они пьянствовали, это нужно прекратить, нету вино там «не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом», просто используют как некий пример для того, чтобы яснее показать, как происходит вот это действие духа, но при всем этом явно не предполагают, что они там пьяницами были, и много других таких случаев нет. Запрет в настоящем времени – это запрет действия как процесса, а продолжается это действие или нет, надо решать на основании контекста. Еще, когда дается общая заповедь, то есть обращение к группе людей, то, как правило, тоже запрет дается в настоящем времени, потому что этот сделал, этот сделал, этот сделал, этот сделал. Многократность, она естественно возникает, когда не один человек делает, а группа людей это делает. Поэтому действие, которое может быть представлено как процесс, когда запрещается, действие, когда запрещается группе людей, очень естественно появляется запрет с помощью повелительного наклонения настоящего времени, ну, конечно, с юстицией. Осуществлялось ли запрещаемое действие или не осуществлялось, сама форма никак не указывает, и надо выяснять по контексту. Третья конструкция – это м плюс повелительное наклонение аольства. Итак, вам приведен пример. Пусть не узнает левая рука твоя, что делает правая рука твоя. Ну, здесь арестера, декси – это левый правый, ну, по контексту понятно, что о руке идет речь. Очень часто слово, когда это прилагательное употребляется само по себе, не определяя какое-то осуществительное, оно обозначает левую правую руку. Ну, здесь. Мэ гното от геноско, аорист повелительного наклонения. Это так называемый корневой аорист, корень гно, и сразу к нему добавляют с окончания то. Гно, то. Пусть не узнает. Аорист описывает действие как целое. Ну, аорист, помните, это неопределенный вид, то есть он не рассказывает о структуре действия, о процессе протекания действия. Он просто говорит о факте действия, действие как о целом. Пусть не узнает. Разово повод для узнавания возникает или многократно, так или эдак, это не важно. Просто вот не должно быть самого факта в целом, не должно быть факт узнавания. Опять-таки, в некоторых учебниках грамматики говорится, что аорист повелительного наклонения имеет значение «не начинай». Но это, пожалуй, не очень точное описание видовой значимости аориста. Надо начинать действие, надо начинать, совершалось это действие, не совершалось это действие, а аорист ничего не говорит. Он просто говорит «не должно быть». Запрещает факт действия и все. Чаще всего аорист в запретах употребляется, когда запрещается что-то конкретному лицу. Если группе мы с вами говорили, то чаще всего настоящее время, если конкретному лицу, то чаще всего аорист, ну потому что вы путаете. Ему это нельзя делать, в аористе это очень естественно сообщить. Кстати, когда конкретному лицу дается запрет в настоящем времени, здесь подчеркивается процессуальность, он никогда не должен это делать, это какой-то процесс. И, кстати, когда группе дается запрет в аористе, а группе вообще, естественно, запрещать что-то в настоящем времени, они же много, они же там раз, два, три, четыре делают. Так вот, когда группе дается запрет в аористе, обычно это очень категоричный, очень резкий запрет. Вообще отклонение от типичности – это всегда эмфаза. Типично запрещать что-то человеку в аористе, а ему в настоящем времени, значит, как-то подчеркивается продолжение. Типично запрещать что-то группе в настоящем времени, а ему в аористе, значит, подчеркивается значимость запрета. Четвертая конструкция. МЭС со слагательным наклонением Аориста, здесь говорится, что это более сильный запрет, чем первая конструкция, или такой же запрет, такой же по силе, как первая конструкция, которая очень неопределенно в учебнике сказана. На самом деле, это самая распространенная конструкция для запрета в Аористе. Она встречается гораздо чаще, чем запрет с повелительным наклонением. Она фактически вытеснила повелительное наклонение и стала простым запретом в Аористе. По употреблению, да, вот так же, как и запрет с Аористом повелительного наклонения, может быть, особой какой-то акцента здесь нет. УМЭС со слагательным наклонением Аориста, это не запрет, это категорическое отрицание, что что-то произойдет. Ни коим образом это не случится. Пример из Иоанна 6.37. ТОМ ЭХОМАНОН ПРОСМЕ, УМЭ ЭКБАЛУ ЭКСО. Приходящего ко мне не изгонил он, то есть точно не изгонил. Такое очень резкое категоричное подтверждение. Или из Матфея 24.35. ХОЙ ЛОГОЙМУ УМЭ ПАРЭЛТЕСЬ. Слова мои точно не придут. В учебнике обсуждается вопрос, можно ли все это переводить. Некогда не придут, никогда не изгоню, это отверкается. Здесь ни о времени, ни о периоде, здесь просто категорическое отрицание. Точно такого нет. В нормальных переводах обычно просто не придут, не изгоню и так далее, но как толкователи вам должны обратить внимание на то, что автор усиливает запрет. Он мог бы поставить просто О плюс будущее время. Если контекст не требует повелительности, то это просто отрицание чего-то в будущем времени, это не случится. Но если он поставил О, МЭ плюс АОРИС со слагательного наклонения, он подчеркнул, вот это точно не произойдет. Ярко-усилительная конструкция. Так что помните об этой ярко-усилительной конструкции. Ну а остальные просто в настоящем времени обращайте внимание на рядовую значимость, но и отметьте такую ветхозаветную торжественность запрета с помощью О плюс будущее время. Продолжение следует...